Приветствую всех зрителей телеканала Херсон Клюз. Сегодня у нас в гостях депутат Херсонского городского совета Артем Кьяновский. Артем Александрович, на 25 марта планируется очередная сессия городского совета. Выносятся достаточно серьезные решения. Один из проектов это создание депутатских фондов. То есть каждый депутат якобы должен получить в свое распоряжение 500 тысяч гривен для решения проблем своего округа. Ваше мнение по этому вопросу? Все очень просто. Ты получил 500 тысяч, радуйся, больше ничем не интересуйся. То есть это нарушает принцип коллегиальности в решении. Законодательство Украины вносит вопросы программ и расходования бюджета, изменения бюджета, вносит их в перечень тех, которые решаются исключительно в пленарном заседании. Поэтому все депутаты должны участвовать в распределении всех средств. Второе. Я считаю, что это еще должно сказать собой депутатское сообщество, потому что за красотой этой идеи. Вы представьте себе, насколько упрощается процедура на какие-то откаты придумывать и прочее. Так депутат приходит, например, директор какого-то предприятия, говорит, я тебе 500 тысяч, 20% откат. Мы обязаны прислушиваться к тому, что говорят нам люди. А людям не нравится, когда депутаты получат по 500 тысяч. Людям нравится, чтобы мы позаботились о детях, чтобы мы позаботились о стариках, о дорогах. Если взять сегодня такую сумму, которая получается больше 25 миллионов, почти 27 миллионов, то это есть куда потратить эти деньги. Это можно купить новое оборудование, это можно восстановить фасады зданий, это можно в конце концов больший бассейн построить и не одну котельную. То есть я считаю, что эти деньги нужно не размазывая кашу по тарелке, а решить какую-то целевую программу. В том числе дороги и прочее, но с участием всех депутатов. И последнее. Специфика этих выборов такая, что у нас есть, по-моему, боюсь ошибиться, 17 округов, на которых вообще не избран депутат горсовета. И наоборот есть округа? А есть округа, на которых два и даже три депутата. То есть получается, кто-то не получит вообще ничего, то есть принцип распределения средств. А кто-то получит миллион или полтора. Ну и третий момент. Если мы думаем о том, что вопросы горсовета к исполкому, допустим, к мэру, к заместителям решатся, и можно будет говорить, идите к депутату, у него есть деньги, это неправильно, это невозможно. То есть все равно, к сожалению, слишком высока вероятность того, что если эти даже деньги в распыл не пойдут, то у людей, судя по тому, как на это смотрит общественное мнение, доверие к депутатам, еще которым дали по 500 тысяч, нет. Чья эта идея? Это вносит бюджетная комиссия, это вносит Андрей Дмитриев. И, в общем-то, говорят о том, что есть города, в которых такого рода фонды есть. Ну, есть очень богатые города, есть огромное превышение доходов над расходами. Вот сейчас, например, там есть во Львове, там есть в Киеве, допустим. Это, может быть, там где-то и работает. А когда у нас столько дыр в дорогах, когда мы не можем там в школах питание детям организовать, когда не создаются рабочие места, нет жилья, выкидывать так вот не совсем хорошо деньги, неправильно. Артем Александрович, я знаю, что Вы возглавляете группу, рабочую группу по контролю распределения субсидий, выплаты субсидий в городе. Распоряжением Херсонского городского головы по большому количеству обращений и жалоб была создана рабочая группа, и мы сегодня наводим, пытаемся наводить порядок в том, чтобы не просто выплатить субсидии, а в организации этой работы. Здесь есть понимание городского совета. Необходимо в связи с тем, что наше правительство, как всадник без головы, сделало так, что огромное количество расчетов, вводов, начислений усложнило эту процедуру. Нужны дополнительные люди, потому что есть физические возможности того, сколько человек может набрать на компьютере, обработать и прочее. То есть сегодня этот вопрос городской голова дал поручение, в принципе он решается. Решены кадровые вопросы в Днепровском районе уже выгнали начальника, в Комсомольском. И сейчас вот по Суворовскому у меня нет информации. Это там, где, допустим, может быть и хорошие бухгалтера, может быть и все, но бездушные люди. Вы помните, вы сами снимали сюжеты, которые возмутили Украину о том, что происходило в Суворовском центре начисления, в Сабесе, в центре начисления, как люди давились, к ним никто не выходил в коридорах, в маленьких помещениях, а начальник сидит в огромном кабинете. Это вещи стыдные. И когда человек не понимает, и он не милосерден, он не должен руководить тем учреждением, основным принципом которого является в защите малоимущных, немощных и больных. Эта позиция была наша, и она легла в поручение и в план мероприятий городского головы. Руководители райисполкомов шли на встречу? Они члены этой рабочей группы. Есть много вопросов, которые очень тяжело и правительство сделало, что очень сложно это все считать. Так вот даже не скажешь, положено или не положено, очень много параметров, много запросов нужно делать. Второе, есть очень много людей, которые просто разгильдяйские. И третье, не у каждого есть дар организаторский, то есть все расставить по своим местам. Сейчас мы вновь избранными председателями райсовета в этот вопрос пытаемся решать. Мне очень нравится позиция. Здесь вот в комсомольском райисполкоме, Наталья Евгеньевна Черненькая вновь избрана, то есть вот там пошло. Мне очень нравится, как начал Днепровский райсовет Владислав Кондратов, то есть уже с использованием электронных систем. Но это не быстрый процесс, мы еще будем работать. На прошлой неделе СМИ пугали украинцев тем, что если вам неправильно начислили субсидию или вы подали какие-то неправдивые документы для получения субсидий, вы будете оштрафованы и будете возвращать эту субсидию. Как быть с этим? Я считаю, сегодня, пользуясь случаем, хочу вам сказать о том, что субсидия – это хотя бы небольшая надежда часть того, что государство обворовало людей, вернуть хотя бы немного. Безусловно, будут проверяться это бюджетные деньги, будут проверяться центры начисления, допустим, субсидий, но я не сильно верю в то, что вы себе не представляете, какое количество должно быть ревизоров, это физически невозможно сделать. Есть смысл по почте или как отправить, пойти, сделать, записаться. Я очень советую всем, кто хоть как-то чувствует, что ему положено субсидии, даже просто попробуйте, потому что это часть того, что государство вас отняло и вернуло. Мы считаем, что сегодня наша обязанность, как и вот этой группы по субсидиям, сделать так, чтобы субсидии стали сервисной службой, службой начисления субсидий, чтобы мы, с одной стороны, разъяснили людям, что никакой опасности нет, получайте субсидии, и второе, чтобы мы смогли тем людям, которые начисляют субсидии, создать человеческие условия для их работы. На последней сети Горсовета обсуждались вопросы в делении средств на херсонский спорт. Много копий сломано было вокруг физкультурно-спортивных обществ. Речь идет о том, что в свое время физкультурно-спортивные товарищества открыли школы, которые финансировал фонд социального страхования. Вот второй год он их не финансирует. В прошлом году эту поддержку сделал бюджет государственный. В этом году этой поддержки нет. И пока область, город, депутаты, начальники перебрасываются, в это время, они же все сытые. Они же все сегодня, вот посмотрите на всех, допустим, вот там не голосовал у нас, например, там несколько депутатов, там меценатов, спортсменов. Они не голосовали за то, чтобы школам выделить месячную эту субсидию. Мы разберемся. Я говорю, ваши дети кушают каждый день, и вам есть их чем кормить. А почему дети тренеров должны подождать месяц-два, пока вы разберетесь. И мне было приятно. Депутатский корпус услышал и проникся. И 35 голосами этот вопрос прошел. Прошел, чтобы на один месяц дать области субвенцию для того, чтобы она доплатила школам, чтобы тренера, не дай бог, не получили зарплату. Потому что, будь то школа Баирова, будь то там школа Украины, это работают тренера, будь то тренер Ливандовский, будь то там известные, например, фамилии. Это те люди, которые не умеют заниматься бумажным крючкотворством. И их легко обмануть. И сегодня всякие там, получается, рассказы, так или не так. Передо мной стоит задача, чтобы тренер получал зарплату, и чтобы дети были обеспечены своим тренером в максимально созданные условия. Спортивные школы, физкультурных товарищей сегодня не могут им платить зарплату, у них нет денег. И в то же время они не говорят честно людям, что у нас нет средств на эту выплату. Примите программу поддержки. С одной стороны, это хорошая мысль, давайте примем программу поддержки, и будем выделять деньги. Но я, как уже, знаете, вот иногда даже стыдно сказать, сколько лет я уже депутат, я говорю, вы понимаете, это правильно, звучит красиво. Давайте примем программу поддержки. Но вот завтра поменяется цена на газ. И первое, что будет прекращено в финансировании, это программы. Программы поддержки общественных организаций. То есть мы понимаем, речь идет о детях, о тренерах, о подвижниках. Потому что тот, кто сегодня работает с детьми, это фанаты, любящие свое дело. И их надо лелеять. А если мы это сделаем программой, первый же секвест бюджета сделает секвест, прежде всего, программой. Как сделать так, чтобы защитить тренеров? Они должны быть на работе в коммунальных учреждениях, в школах. То есть нужно открыть несколько школ. Это сделала Волынь, это сделал Днепропетровск, это сделали все люди, у кого есть головы и сердце. Они открыли коммунальные школы с такими же названиями для физкультурных товарищей и приняли этих тренеров туда. Что это дает? Зарплата коммунальных школ, статья защищенная. Вот программу можно, а зарплату платить нужно всегда. Зарплата энергоносителей по бюджетному кодексу. И я, глядя вглубь этого вопроса, пошел к директорам, к руководителям физкультурных товариществ и говорю, вы понимаете, в нашей ситуации будет ругаться между собой управление спортом, будет ругаться областная администрация, облсовет. Мы должны решить по-честному. Есть у нас две, по-моему, или три школы, которые должны забрать областной совет. А там в основном областные дети. Это школа блестящего тренера Анатолия Рустамовича Баирова, у которого я имел честь даже в своем детстве еще немножко позаниматься вольной борьбой. То есть это подвижник, это талантливейший человек. Но школа в основном расположена в области. Ее должен забрать областной бюджет. И есть там еще одна грибная школа, как минимум. А остальные – это городские дети. И, конечно, сегодня для чего нас избрали? Для того, чтобы мы деребанили бюджет, землю, которой остались куски. Вы послушайте, в комиссию по медицине еле три человека я там запасной, иначе бы не было бы комиссии, да? Как вот я, вы понимаете. Нас нужно сделать так, чтобы было лучше детям. И сегодня способ один – сделать эти школы коммунальными. Артем Лисович, на вашу как раз комиссию по здравоохранению вот буквально на прошлой неделе выносился вопрос о реконструкции недостроенного здания в тропинке. А вы? Да, знаю, как это. Знаем. Это стыдно, потому что, вот, как говорится, при той бандитской власти было жульничество. И сейчас это попахивает, очень дурно пахнет. Почему? Есть недостроенная больница, которой почти 30 лет. Ее нет трещин. Ее можно реконструировать в жилье. У нас есть УКС. От 20 до 100 тысяч стоит обследование этого здания. Почему? Потому что просто так строить там нельзя. Реконструировать нужно понимать, насколько бесхозяйственная больница имени Тропинкина, насколько его угробила. Потому что оно не было законсервировано как надо, и стоит 20 лет. Но первичный осмотр говорит о том, что это здание, в принципе, конструктивных ни трещин, ничего не имеет. То есть оно подходит для эксплуатации. Но нужно экспертное заключение. После этого мы должны объявить честный конкурс. Кто за меньшее количество квартир, его реконструирует. То есть, чтобы это здание реконструировать в квартиры, еще заплатить из бюджета 40 миллионов, это приблизительно на вскидку столько-суку нужно полностью это здание построить. То есть это просто и пригласили. Я задал один вопрос. Почему здесь фонд МЖК? Я ничего не имею против МЖК. Я ничего не имею против их. Но это точно такая же частная строительная структура, как и все остальные. Сегодня, например, к нам едут хмельницкие, тернопольские строители. Они делают дешевле, чем наши. Почему? Потому что они владеют другими технологиями, они меньше жульничают. И сегодня, если мы хотим получить больше жилья, мы должны с самого начала сделать честную процедуру. Не будет этого здания. Значит, давайте для молодых учителей и врачей я предлагаю другое. Зачем нам надо фонды МЖК, когда мы можем сегодня предусмотреть для некоторых просто погашение процентов по кредиту. Это будет и фирма гарантированно, что она строит. И человек будет понимать, что его банк не выкинет из него. И банк будет знать, что бюджет ему гарантированно заплатит. И сегодня можно по честному конкурсу уменьшить проценты, если не в ноль, то сделать их цивилизованными 5-6%. Поэтому, когда я услышал о том, что уже надо почти 40 миллионов, чтобы ее строить, я стал задавать вопрос. Кто пригласил МЖК? Почему вдруг эта фирма начала это делать? Почему такая сумма? Я хочу, чтобы... Во-первых, сумма столько мы хотим. Это такое дело. Так как в том анекдоте, ты что так тыкву продаешь дорого? Да, очень деньги нужны. Но я считаю, что сегодня к нашим людям, к нашему бюджету так относиться нельзя. На меня напали все там на комиссии, я не с той ноги встал или прочее. Я просто хорошо понимаю, что если сегодня прописать решение, а Совет может их написать так, что, например, отдать там Иванову, Петрову, любой фирмы, я за то, чтобы не было преференциям, чтобы это было честно. И второй вопрос, первый я задал, почему кто пригласил МЖК? Началась просто паника. А второй вопрос я задал, откуда 40 миллионов? Оказалось, нет ни СМЕД, ни проектных документаций, ни экспертиз, ничего. Но уже мы понимаем, сколько пойдет в распил. Я говорю, так не должно быть. Я буду говорить депутатам Гурсовета. И пойду, буду говорить к людям. И буду писать и в Киев. И буду писать всем вот этим партиям. Почему? Потому что мы должны сегодня сделать по-честному. У нас, ну, по большому счету, тогда, ну, зачем нас тогда выбирали? А по-честному, это немножко по-другому. Напомним нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях депутат Херсонского городского совета Артем Киановский. Спасибо за интересный разговор. Редактор субтитров А.Семкин